Программа предназначена для аудитории от 16 лет. Программа «Дневной разворот» выходит при поддержке компании «Система Глобус». Продолжается программа «Дневной разворот» в Кирове. Добрый день, еще раз с пятницей, хорошего вам настроения, с приближающимся крещением. Тоже такой достаточно серьезный праздник. Прыгайте в купельно осторожно. Да, погодку нам морозную обещают. Мороз, что называется, будет крепчать. Елена Овчинникова, Владимир Сметанин. Мы продолжаем нашу тему, поэтому быстро напоминаем телефоны 708-502, если вы хотите сказать, предложить, как-то систематизировать, поделиться своей историей или сказать, что мы не правы или наоборот все правы. 708-502. Для СМС, да, 8-909-720-101-0. Еще напоминаем про наш опрос, хакирова.ру. Заходите на наш сайт, голосуйте или заходите на нашу страницу ВКонтакте. Можно ли доверять отлов бродячих животных некомпетентным людям? Да, пусть их убивают кто хочет. Нет, собакам тоже страшно умирать. Бродячих животных надо отлавливать, но не убивать. Это, кстати, вариант ответа сейчас лидирует. И не надо с ними бороться, стерилизовать и отпускать на волю. Заходите, голосуйте. Итак, мы сразу же продолжаем нашу тему. Напоминаю, что у нас в гостях Денис Валевич Киселев, это помощник Кировского природоохранного прокурора и Надежда Николаевна Елисеева, жительница Кирова, свидетельница того, как происходило убийство собаки, про которую мы говорим. Коротенько, молодая тварняшка прижилась в доме на улице Металлургов 14, когда собачка оказалась с щенками, ей соседи, собственно говоря, построили кунуру под балконом, хозяин балкона был не против, собачку кормили, вот 25 числа у нее родилось 9 щенков, и все было распрекрасно, потому что уже вот Надежда Николаевна, которая у нас в студии, она сказала, что было принято решение, щенки немного побудут на мамином молоке, вырастут, как положено, там возрасте около месяца, Надежда Николаевна заберет их к себе, и собаку саму, вот эту вот чернушку, было принято решение стерилизовать. Да, попозже, чтобы пока она отошла от родов, все-таки очень было молока много, и щеночков, она еще слабая после родов, и вот я продолжу. Вот эта хозяйка Татьяна, женщина Татьяна, которая кормила, она неожиданно оказалась в больнице в тяжелом состоянии, и все проблемы с собакой легли на плечи Надежды Николаевны, и Надежда Николаевна уже договорилась на 13 января. Я с машиной, чтобы собачку, я поняла, что будут морозы, плюс щенки будут вырастать, скулить с соседями, естественно, тоже наверняка не будет нравиться, и мало того, что они будут выбегать, дети будут их таскать, и куда-то еще. Или боялась я еще больше всего, что она, так как дети тут, ну, тоже гладили ее, я говорю, что она не была такая дикая, и не была совершенно агрессивная, дети даже ее гладили. Я ей уже мерила ошейник, сшила, был чуть-чуть велик ошейник, сшила потуже, то есть я ее гладила в этот момент, когда она щеночков кормила, там они были у нее внутри. Это уже говорит о доверии. Да, я одевала ей личный ошейник, то есть она не кусала меня, она доверяла мне, она была ласковая, не агрессивная собака. И я поняла, что скоро щенки будут выбегать, она мало ли, ну, ей надоест, что кто-то ходит, другие там дети таскают щенков, она перетащит в другое место. И мы на 12-й договорились с решением, что ее отвезут ко мне домой, именно с собакой, и она кормит их до месяца, потом пускай живет у меня, у меня квартира позволяет, все родственники не против у меня, нет проблем со щеночками, я потом бы пристроила их. И собачку... Вот 40 лет Надежда Николаевна занимается собаками. И потом я ее хотела через 2-3 месяца, пока она отойдет от родов, пока там все-таки она сбежала от этого Сверидова, тоже там был наркоз, тоже такой же воровский ее захват за шею, и потом она отойдет, я ее стерилизовала бы за свои деньги, я согласна, это все знают. Ну, там сложились бы, может, Маргарита, моя подруга, если уж так. Ну, сложились бы, собака была бы стерилизована, щенкова бы больше не было. Но 12-го я прихожу под вечер и смотрю... Подождите, давайте так, у нас времени уже совершенно не хватает, давайте так, но 12-го января поздним вечером у Надежды Николаевны вдруг жутко заболело сердце. Не в том смысле, что это была сердечная боль физического плана, а на душе стало очень неспокойно. И с подругой Маргаритой мы решили все-таки попробовать. Вы решили пойти туда, посмотреть на собаку, чтобы и забрать все-таки ее с собой, уже не дожидаясь машины. Она любящая, да. Она бы побежала за щеночками, тут недалеко, я тоже живу на АЦМ. И она бы, во-первых, побежала, во-вторых, я ей шила ошейник и поводок. Я взяла поводок-ошейник и знала, что я одену, потому что она мне разрешала себя гладить. Приходим, смотрим какие-то два мужика. Один уже закрылся, там внутри сидит, а один на входе, чтобы собака не выбежала. И на входе, чтобы никто туда не забрался. Я просто была в шоке, думала, что там такое творится, почему какие-то два мужика не забрали. Что вы увидели, когда заглянули? Потом заглянула и их спрашиваю, вы кто такие? Они говорят, так, уходите, не мешайтесь, поступила заявка, мы собаку отлавливаем. Я говорю, пожалуйста, давайте не будем отлавливать, я вам могу... Он говорит, вы можете... В общем, я хотела ему донести, что собаку я согласна сейчас забрать со щеночками и все проблемы на себя. Вы показали сумку под щенков, которую взяли, вы показали поводок-ошейник. Я говорю, пропустите меня, он, значит, всё уже, я вижу, всё бесполезно. Он меня, значит, послал тот грубо нецензурный броню, меня оскорбил, мое человеческое достоинство. Я это пропустила, мне ему шейдишь бы... Значит, одним словом, Рита тут тоже свидетель стоит, и я хочу туда, но он говорит, я вижу, что он уже железной удавкой там внутри, уже как бы мне драться с ним не могу, а второй человек не пускает меня. И он мне отвечает, что я ей, подождите, сейчас сделаю укол со снотворным, она ослаблена, и тогда вытащу, и тогда мы решим, увидите, что собака живет. То есть на этом точку, давайте поставим, у нас есть звонок. Запятую, вернее. Алло, алло, слушаем. Да, слушаем вас, как вас зовут? Здравствуйте. Как вас зовут? Вера Петровна. Вера Петровна, у нас очень немного времени, да. Да, мне такая тема интересует. Вот, да, она защищает собаку, залейте, а кто посолеет покусанных людей? Вот, например, Елена пойдет со своей внучкой гулять, а на нее она бросится ротвейлер, тогда она будет петь другие песни. Ротвейлер должны гулять с хозяином. Да, ротвейлер... Вера Петровна, спасибо, услышали. Это собака, созданная для охраны концентрационных лагерей. И в любом случае... Людей загрызли... В любом случае виноваты... Вера Петровна, извините, да... Вы не слышали? Загрызли на насмерть людей. Вера Петровна, спасибо, качество связи не очень хорошее, но вопрос, мнение, точнее, ваше понятно, да, как быть с укусами. Спасибо большое, да, покусанных животных, увы, много, но в большинстве случаев в том, что происходит, виноваты сами люди, увы. Вот эта дворняжка была, еще раз говорю, очень беззащитная, ласковая и такая неагрессивная. Хорошо, и что же вы увидели? Вот эта удавка. Он ее вытаскивает за удавку, вытаскивает, уже будучи она под наркозом, я вижу, что он там, он мне сам, ну, не отрисает, и его коллега говорит, я сейчас сделаю ей укол, и я уже все, ну, понимаю, что я вот просто жалко, обидно мне до сих пор, не могу отойти, что на 15 минут мы не успели, ровно на 15 минут мы бы взяли, и собака, во-первых, я одела ошейник, собака бы побежала даже за щенками без ошейника. Он уже сделал ей укол, я уже понимаю, что все, как сказать, я не могу изменить ситуацию, не могу собаке помочь, уже он там, а меня туда не пускает внутрь. Он вытащил собаку. И теперь давайте будем подчеркивать жесткие детали специально для прокурора. Во-первых, отборные маты и оскорбления, звучащие в адрес. Я свидетель Маргарита, я это не придумала, не придумала. Он меня впервые видит, как можно незнакомых женщин материть. Во-вторых, он собаку вытаскивает. Я просто, я вообще такого в жизни вытаскивает. Давайте так, он не брал ее руками. Он, передалив ей горло, тащил ее на металлической удавке. У нее глаза, мне кажется, что вот 7 на 8, как говорят, грубо говоря, язык тут же, значит, пасть открыта, он ее вытаскивает. Она еще, естественно, жива, она сопротивляется, сопротивляется. Я ему говорю, слушай, давай я ошейник свой одену, и я ее, ну, знаю, гладила, давай я помогу тебе, я ее возьму на руки и на машине ко мне. Он говорит, ты согласна писать заявление, ну, чтобы отказ, потому что я понимаю, что у него поступила заявка, ему надо ловить все это, я согласна. Это его работа, но выполняя ее, ну, как-то более гуманно и нежестокое обращение с животными, и не материть чужих, там, незнакомых женщин. Значит, он ее вытаскивает, она лежит, он ее прижал, значит, как бы так вот. И потом, в итоге мы с ним договорились, что я, ну, естественно, со слезами... Собака тоже без сознания находится. Нет, она еще со знанием, она с сознанием, она еще все нормально, еще шевелит лапами. Да, знаете, так, человек, который сидел за рулем автомобиля, вышел, взял собаку за хвост, Сверидов за петлю, и они бросили собаку. Да, и Сверидов понес вертикально, а тот за хвост, мне кажется, там хвост сломался, потому что, ладно бы он, я говорю, давайте я понесу. Он так вертикально за эту, сильно-сильно-сильно затянул, другой за хвост, бросили машину, и я согласилась ехать на Вологодскую, чтобы написать отказ. И паспорт у меня был, ну, я говорю, давай, я быстренько тут рядом живу, заедем. Он говорит, с собой паспорт, я говорю, не проблема, хоть три паспорта тебе принесу, все, напишу. Поедешь на Вологодскую, поеду. Так, и мы с Ритой берем щенков, сумку. Пока ехали в машине, они договорились, что эту собаку... Щенков забираем, едем ко мне, подъезжаем к подъезду. А потому что саму собаку оставят вместе со щенками. И давайте сразу же переходим к позиции, вы заходите в подъезд, вы заходите в подъезд. Мы еще не заходим, он, значит, подъезжает к подъезду, и мы вытаскиваем, ну, как бы он вытаскивает собаку просто вертикально и говорит, ну, на, неси ее. Я ее понимаю, я говорю, отпусти чуть-чуть. То есть каждый понимает, что происходит. Собака висит в петле, висит в вертикальной позиции. И когда Надежда Николаевна просила ослабить петлю или надеть ошейник, Сверидов на глаза женщины затянул петлю очень сильно, специально, видимо. И потом мне говорят, так, одевай, я одела ошейник, тут он ее положил на землю, прижал там коленом, так на ее колено, и я одела ошейник сама. И знаешь, что она меня не укусит, я сама лично одела ошейник, и он, ну, то есть она не кусалась уже. И я ее хотела, ну, понести, думала, что она пойдет, за ошейник потянула в подъезд, и смотрю, все, у нее ослабли лапы, и она так вот как, ну, поникла. И я думаю, ладно, на руках. А я, видите, после операции у меня онкозаболевание, у меня рука одна слабая, я только-только после химиотерапии. И мне вот этот стресс совершенно не нужен, у меня такое заболевание, нельзя расстраиваться, вы понимаете, он мне, просто я даже могу за него заболеть, могу в суд на его подать из-за этого, что такой стресс. Значит, я беру собаку за передние лапы, несу, несу, и вижу, что, ну, просто мне тяжело. И он понимает, что я не справляюсь, и я говорю, помоги, за задние лапы завели, а я за передние, давай, помоги. Он отталкивает меня, водитель сидит в машине, я Рите ключи от своей квартиры, она со щенками бежит, открывает, чтобы открыта уже была дверь, я живу на пятом этаже. Он ее берет и просто на пятый этаж бегом вертикально, вертикально, это просто удушение. Вот человек, вот как вешают человека, вот за пять минут он может задохнуть, и он вертикально собаку на пятый этаж, я бегу, дай, дай, за задние лапы ей попридержу. Ну, подожди, чуть-чуть, и он ее задушил. Да, потому что это слишком тяжкая картина, и так, Сверидов держа собаку вертикально в петле, добрался до пятого этажа, мы снова поставим запятую. Надежда Николаевна, да, у нас сейчас ваша подруга Маргарита на связи, алло, Маргарита, здравствуйте. Алло, Маргарита, здравствуйте. Да, вот Надежда Николаевна у нас сейчас. Ваши впечатления от того, что вы видели, от того, что вы слышали? Да какое впечатление, нас, конечно, трясло, мы валерьянку сразу пили. Ночь не спали и лебели. Скажите, пожалуйста, доказывали ли вы мужчинам, которые на ваших глазах расправлялись с черной дворняжкой, доказывали ли вы мужчинам, что это ваша собака, вы ее забираете? Были ли приведены веские основания? Вы плакали, вы рыдали, вы уговаривали. Это было? Ну, как бы мы уговаривали, но они сказали, что вы опоздали, теперь мы забираем. Они сказали, что вы опоздали? Основания для того, чтобы забрать, какие были у них? Что они вам сказали? У них был вызов. Понятно, были ли представители правоохранительных органов или чиновники? Нет. Ну, в такое позднее время вряд ли кто-нибудь. Это было ближе к 11 часам вечера, да? Пол 11. Да, это где-то было в 11. 19. Еще скажите, пожалуйста, получали ли вы матерное оскорбление, унижающие честь, достоинство женщины? Вы не слышали к вам матер? Она тут стояла вдалеке чуть-чуть. Вы не слышали? Нет, я не слышала, потому что я была занята щенками, мне надо было их достать, как бы хоть щенков спасти. Всех 9 щенков вы унесли на пятый этаж домой к Надежде Николаевне, и они сейчас благополучно живы. Ну, то есть вашу просьбу, фактически ваши требования отдать вам собаку, потому что вы готовы все забрать, на вас не ответили? Они не дали, они отказали нам. Показалось ли вам, что они действовали с какой-то особой жестокостью, как-то целенаправленно, вот именно воздействия, какие-то причинения болевые, да, воздействия собаки? Ну, конечно, очень жестко, очень жестко, неаккуратно. Это было оправданно? Если она дает сильное, снотворное, чуть не в два раза больше, то можно было просто на руках ее нести, а он еще удавку на нее надевал. Хорошо. Показалось ли вам, что жесткие действия были оправданы со стороны Сверидовой, или собака не проявляла никаких агрессивных движений в его голове? Да, она, в принципе, она просто, как вам сказать, была в шоке, она же кормила щенков. Организм сословки. У нее, естественно, там, может быть, защищала, может, сама сопротивлялась, потому что это было у нее не первый раз. Ну, вообще, и баллон, как у Саня, защищая щенков своих. Надежда, Маргарита, а вам известно ли, кто все-таки вот этот звонок сделал? Да, Романова Татьяна. Да, мы выяснили. Да, звонок известно, сделала Романова под чужим именем. Она ему верит, но она не была там, не видела таких жестких там. Она в больнице. Она не была там на Белорусской. У меня вопрос. Она сделала звонок под чужим именем. Да, под чужим. Под чужим? Потому что она в больнице и не хотела себя. Но первый раз она под своим, а мы уже выяснили, что она в больнице подговорила подругу, ну, под чужим. Подождите, она от чего хотела-то этим звонком добиться? Чтобы уничтожить собаку, которая сама пригодила, чтобы у нее не было проблем. Да, что соседи, ну, чтобы собака, соседи. Она испугалась. Просто она испугалась, выйдет из больницы, снова, ну, не хотела кормить. Ясно. Не то, что кормить, а с галкой будут. Спасибо. Маргарита, спасибо большое. Спасибо. Мы услышали от вас то, что хотели услышать. То, что, наверное, да. Подождите, нет, подождите, давайте так. Мы остановились на том, что Северидов поднимается на пятый этаж, держа собаку в петле вертикально и бросает ее на пол. Он, значит, все-таки до пятого этажа так вот вертикально, и вот там, мне кажется, горло просто перерезано было так. И даже, ну, удушение, удушение натуральное. Значит, донес Маргарита, естественно, уже все подготовила, открыла дверь. Бросил собаку на пол. Он ее в коридор. У нас чуть-чуть времени остается. Я смотрю, все, конкретно, собака, ну, мертвая, я ему говорю, ты же задушил собаку, ты посмотри, она мертвая. Он говорит, как мертвая? Стал светить фонариком, глаза стеклянные, на фонарик, на свет глаза не реагируют. Потом он перевернул ее и стал стучать по сердцу, ну, может, думал, реанимировать. Сердце, я так наклонилась, сердце не бьется, тоже рукой задела, потом она, ну, я так смотрю, она не дышит. То есть, и потом он смотрит фонариком в область сердца, он сделал укол, там прямо след от укола. И он такой головой качает, как будто что, ну, почему в сердце именно, в сердце, если в сердце сделать укол, наверняка, может, неправильно. Давайте мы еще попытаемся связаться с ней наркой. И он понимает, что она мертва. И если он понимает, у него опыт уже есть, мертвая собака, он понимает, что она мертва. Язык весь крови, зубы там, что-то там, значит, язык весь крови, язык высунут. Я вижу, что собака мертвая, язык высунут, глаза не реагируют, на свет сердце не бьется и не дышит. И потом он думает, если мне оставить труп. Он вам спросить, пожалуйста, он вам сказал, что он, это был передоз лекарства, что он слишком много набрал. Потому что сейчас это прозвучало, у Маргариты прозвучало. Покачал головой, и когда светило фонариком в область сердца на место укола, говорит, блин, наверное, так вот как-то пробурчал. И мы поняли это, мы поняли это. Он сказал, что четыре кубика, как-то так вот произнес. Я в этом не понимаю ничего, но я понимаю, что почему все... И он, я след от укола явно видела. Вот и он это видел, и он это, мне кажется, не отрицает. И дело, потому что там собака... А дальше давайте так, потому что у нас есть еще люди, которых мы хотим опросить. И давайте вот... Он понимает, что это труп. Я могу пожаловаться, сфотографировать труп, привезти людей, и понятно, что у меня... Мы понимаем, что он видит, что это труп. Да, и он понимает, что если... Но он вам говорит, я заберу собаку, поди, она в машине отойдет, и завтра я вам ее привезу. Он все равно деньги заберет, если уже и за труп, он там деньги получает. Со стеклянными глазами животное отойдет. Да, и язык уже, язык высунут, уже собака мертвая. Он берет собаку за хвост. Он берет собаку за хвост, у меня тут дверь открыта. Я говорю, да ты возьми ее нормально, если она завтра оклемается, как ты, по твоим словам, что оклемается, и привезу ее. Оставь тогда мне. И он понимает, что труп, как мне оставлять труп, я буду жаловаться. Естественно, приглашу свидетельств, фотографирую ее. Он берет за хвост. Я потом понимаю, что надо собаку вернуть. Выглядываю из балкона, он за хвост кидает багажник, и машина уезжает. И я понимаю, что... Ну, жалко. Я была в таком стрессе, в таком шоке, я вообще ни секунды не спала. Я так понимаю, что сейчас наш редактор, Анна, общается как раз-таки с Татьяной Беляевой, заведующей городской ветлечебницей. И мы сейчас зададим вопрос, который, я считаю, вот на наш взгляд, очень важен для работника прокуратуры. Обращали вы на это внимание или не обращали, потому что укол, который был сделан, я не знаю, что там было, дитилин или что-то другое. Это особый список медицинских препаратов. Да она и без укола бы могла... Допуск к которому, извините, далеко не у всех и далеко не у каждого. И дитилин одинаково действует, по-моему, это курароподобный яд, да? Дитилин одинаково действует и на собак, и на людей. Проверяли ли вы, есть ли у сферидово медицинское образование? Я знаю, у вас должны быть данные в материалах. То есть человек не... Я вам поясню сразу. Сразу применить ветеринарный препарат фармацевтический может лицо и без образования, соответственно. Но определить его дозировку и скомпоновать само средство применения. То есть либо это шприц, либо это патрон. Но в сердце это явное убийство. Может только лицо, обладающее специальными познаниями. То есть это ветеринарный специалист. Мы уже начинаем добираться до истины. Я понимаю, что, имея в виду не ветеринарное образование, определенный допуск к работе не к компоновке, не к ненаполнению шприцов и патронов. Не это самое. А вот именно к тому, чтобы взять, набрать шприц и сунуть этот шприц в зверя. Несмотря на то, что рядом стоят люди, утверждающие, что это мое животное. Я готова его забрать. Да-да-да, гладил же я. Вот, к сожалению, у нас что у нас? У нас пока не получается. Или получается? А, нет, получается, да? Получается у нас? Нет, у нас слушатель. А, слушатель есть. Алло, здравствуйте. Здравствуйте. А скажите, пожалуйста, можно ли знать, чем курари препаратами именно используют для собаки и вообще для собак в отлове? Потому что курари, это же запрещено. Нет, курароподобные препараты... Вас Марина зовут, да? Да-да-да. Марина, к сожалению, мы пытались связаться со специалистом ветеринаром, у нас не получается. Сейчас, да, зайдите в интернет, посмотрите, вам будет выложен полный ответ. Чем усыпляют домашних животных, вам Яндекс выложит миллион ответов. Ну что ж, давайте мы продолжим с прокурором. Итак, из того, что вы услышали, что вас впечатлило? Значит, сразу не буду вдаваться от многочисленных деталей. Скажу сразу, у нас в Российской Федерации есть соответствующие нормы, позволяющие привлечь граждан. Уголовная ответственность за жестокое обращение с животными. А вы считаете, это жестокое обращение? А вы считаете, это жестокое обращение с животными? В данном случае, на мой взгляд, как прокурорского работника, все-таки признаки жестокости в данном случае есть. Они как бы налицо. Это не человеческие обращения с животным. Это, я не знаю... А если человек наделен полномочиями вот такими работами с собаками? Он наделен полномочиями... Не слагается? Володя, он наделен... Вы понимаете, что вы говорите? Он наделен полномочиями убивать... Неважно, какими полномочиями лицо наделено, нормы уголовного кодекса четкие и ясные. То есть жестокое обращение с животными, привлекшее к их гибели, либо увечию, влечет определенные санкции. Как штрафные в рамках уголовного законодательства, так и в виде обязательных исправительных работ. Скажите, пожалуйста, а как вы оцениваете... Это уже вопрос не к прокурору, а к человеку. Скажите, пожалуйста, а как вы оцениваете? Вы прекрасно знаете, как скандали. Вы сами добивались расторжения договора. Скажите, пожалуйста, как администрация по новой заключению договора с этими самими людьми... Вы вот по-человечески как оцениваете? Как это можно объяснить? Как это можно объяснить? С точки зрения гражданина, я могу сказать так. Деятельность эту кто-то осуществлять должен. Другое дело, кому эта деятельность поручается, это вопрос. В данном случае надо, с точки зрения моей как гражданина, не как прокурорского работника, а как гражданина Российской Федерации, надо просто быть более дальневидным и представлять, какие последствия могут повлечь деятельность отдельных людей, если они со своими задачами не справляются и более того, выполняют их вот таким способом. Нет, вы простите, за год возникает огромное количество скандалов. Я помню, что история с Хатико, вот с этой собакой, с Рыжиком, который был. Когда я писала в газете, я знаю, что редактор газеты, допустим, приходит на встречу, и люди, это серьёзные начальники, это серьёзные начальницы. Первый вопрос, он говорит, меня это умиляло. Я прихожу, у нас серьёзный разговор, серьёзное интервью, но первый вопрос всегда был, как там с Рыжей Дворнягой? Понимаете, люди начинают... А это вряд ли он трансагентство, тоже собачку, беззащитную, которая лежала, не было даже на её заявление, вряд ли кто-то заявил, и он её таким же способом жестоким убрал. Денис Валерьевич, вот очень бы хотелось, чтобы вы прокомментировали, как можно было себя вести в этой ситуации. Это риторические вопросы. Давайте, подождите, поскольку мы не можем связаться с инстанцией, у нас... У нас очень мало. Да, должна быть Татьяна Беляева на связи. Я вам передам её фразу. Мы обговаривали эту процедуру, и она мне сказала одно. Разрешение выдаётся медицинскому учреждению. Понимаете? Специализированному учреждению. Общественная организация, кинологическая ассоциация, учреждением как таковым не является. Написано ли у них в уставе где-то, каким образом, почему человеку... И я знаю, вы располагаете данными о том, что Алексей Сверидов, давайте я скажу так, очень обтекаемо, в принципе, не может иметь права действовать вот этими, распоряжаться вот этими препаратами, которые могут повлечь жизнь и повлечь смерть и собаки, и человека в равной степени, согласитесь. Вот. И вы кивнули головой, а кивания у нас не видно. Прокомментируйте, пожалуйста. Я прокомментирую данную ситуацию в целом. Первый вопрос, который мне ведущий задал. Как себя в такой ситуации вести? Ну, ситуация уже у нас прошла. Я поясню, какие действия сейчас гражданин может предпринять. Поскольку действительно присутствуют признаки жестокого обращения с животным, если в данной ситуации были свидетели, а вы говорите, что они были. Были, естественно. Вам необходимо все-таки обратиться в органы внутренних дел, поскольку сетя 245 отнесена у нас к компетенции органов дознания МВД. То есть расследуют и раскрывают данное преступление дознавателей полиции. Обращение в органы внутренних дел, я думаю, вам разъяснять не стоит, как осуществляется. Вы, думаю, прекрасно знаете, каким образом это можно сделать, поскольку эта информация вообще доступная постоянно. И в СМИ, и в жизни с этим встречаются люди. Заявление в территориальный орган внутренних дел по месту вашего жительства. А мы поможем вам, а мы Надежде Николаевне поможем составить заявление. Хотелось бы сразу предупредить. Составляйте максимально подробное заявление с указанием максимальной количества подробностей. То есть дат, место, времени, лиц, если вы знаете, как их зовут, чем они занимаются, кто они такие. Оставляйте свои контактные данные. Если есть какие-то фото, видеоматериалы, там тоже можно все это прилагать. Жалко, что я не сняла это на видео. Простите, пожалуйста, вот сейчас у нас уже заканчивается эфирное время. У нас на носу уже, коротенько, есть второй вопрос. И завершаю вот эту чудовищную тему, о которой мы рассказали. Потому что я думаю, что ни один здравомыслящий человек, пускай даже не любящий собак, пускай даже говорящий о том, что Ротвеллер покусал ребенка, он не может себе представить, как на глазах у человека на глазах убьют животное. Цинично задушат животное. Вот она 5 минут была жива, и на моих глазах она уже мертвая. И самое интересное, что ведь у нее было очень много молока. Сейчас щенки без молока. Щенки еще не умеют пить, только я и соски кормлю. И переходя к этой теме, возвращаясь к этой теме, на прощание, я хочу сказать. Надежде Николаевне, да, не удалось спасти вот эту чернушку. Зато 9 щенков благополучно едят, пьют, производят экскременты жизни. Радуются, растут толстенькие, смешные, веселые. 9 штук. Телефон 23-60-69. Помогите, отдаются бесплатно. В хорошие руки. Мама умерла у них страшной смертью. Надежда Николаевна, она говорила, что человек болеет. Человек болеет, кормить, поить сложно. И уже наступает время, когда щенков можно раздавать в добрые руки. Ну что ж, давайте мы будем благодарить наших гостей. Во-первых, Надежде Николаевне большое спасибо за смелость, с которой она пришла к нам. Обычно люди боятся об этом рассказывать. И Денис Киселев, помощник кировского природного покорона. Вам огромное спасибо. Вам огромное спасибо. И, пожалуйста, прошу обратить ваше внимание на то, с чего я начала с самого начала. Что Надежде Николаевне уже начали угрожать. То есть, по мнению людей, звонивших, от звонивших. Она делает совершенно неправильно, совершенно неверно. И я очень прошу вас, пожалуйста, разберитесь в этой ситуации. Потому что не могут заниматься бродячими собаками, и так лишёнными своей определённой собачьей счастливой доли, лишённой общения с человеком, бродяги вот эти вот, да, они уничтожаются людьми, у которых нет ни малейшего сожаления и сострадания. Он ещё врёт, а если бы мы не пришли, он бы щенков куда дел? Туда, наверное, смерть, там оставил, а не без молока или на холоде, умерли бы за сутки. И он, если бы туда отнёс, просто Татьяна Романова, когда позвонила, он ей врёт, что там очень хорошие у него условия, что он щенков выкормит. И с какой суски. Всё, спасибо большое. Заканчивается время. Заканчивается время. Нам нужно на перерыв уйти, и потом ещё небольшая одна тема, но очень важная. Спасибо большое нашим гостям. Спасибо большое. И до свидания. Спасибо вам за приглашение. Очень приятно было. Да, если будут новости, вы наши гости, Надежда Николаевна, будут угрожать, нам звоните. Мы сразу же в прокуратуру. Спасибо вам большое. До свидания. До свидания. Программа предназначена для аудитории от 16 лет. Программа «Дневной разворот» выходит при поддержке компании «Система Глобус». Продолжается «Дневной разворот», остается не так много минут. Давайте подведем итоги опроса. Можно ли доверять отлов бродячих животных некомпетентным людям? Самый популярный вариант ответа – 52%. В родичих животных надо отлавливать, но не убивать. Вот всё-таки спасибо вам за гуманизм. А что ещё люди хотят вторая позиция? 25% – не надо с ними бороться. Стерилизовать и отпускать на волю. Ну, всё-таки, я говорю, у нас милосердие. Ну, для того, чтобы стерилизовать, нужно всё-таки, наверное, поймать, да? Ну, да. Чтобы эту операцию провести. Ну, вообще, да. И любому, вы знаете, вот я считаю, что за границей делается очень правильно. Родится помёт. Во-первых, там ограничение в помёте. Вот есть количество щенков. И стерилизуются практически сразу же все. То есть собаки, пускай даже очень породистые, но профессионалам понятно, что они не пойдут в вязку, не пойдут в работу. Эти щенки стерилизуются. Ну, на третьем месте у нас нет. Собакам тоже страшно умирать. Так что, если вот сложить все эти варианты ответа, все эти проценты, то гуманная у нас получается аудитория. У нас гуманная аудитория, гуманная. И, ну, зооканал существует. Посмотрите, там везде ведь всё прописано. Почему извергам надо поручать? И то есть моральное состояние женщины, вы слышали, да, Надежда Николаевна, у неё онкология. Вы представляете, увидеть, увидеть своими глазами, как убивают, вы знаете, это переживёт не каждый здоровый человек. Это, знаете, это функция палача. Оставаться с мёртвым сердцем, когда умирает человек или существо на твоих глазах. Ну что ж, мы резко меняем тему. Да, в ближайшие 7 минут давайте мы поговорим на тему, которая очень актуальна у нас в последнее время в городе. Очень актуальна. Да, строительство в парке у бывшего дворца пионеров. Проект «Распорт», новые спортивные объекты. Тем более, что вчера руководитель «Терраспорта» был в Кирове, был круглый стол. И у нас сейчас на связи ведущий эксперт секретариата губернатора Кировской области, исполняющего, видимо, уже губернатора Кировской области, Светлана Медведева. Светлана Владиславовна, здравствуйте. Здравствуйте, ребята. Добрый день. Светлана, скажите, вот смотрите, история развивалась, на мой взгляд, призабавно. В канун Нового года вдруг все СМИ разоряются информацией о том, что проект «Терраспорта», вот этого дворца, да, который вот у дворца пионеров, да, вот этого спортивного дворца, вот, оказывается, он такой сырой, он ни к чему не пригодный. У него там неотработаны проблемы со сливом, с канализацией и так далее. И такое от имени городской администрации очень внятно звучит «фиг вам, ребята, а не дворец спорта». И я была настолько поражена, и потом вдруг как-то вот эта тема, да, вдруг она так начинает раз-раз-раз-раз, и вроде что-то, да что-то там, и не так все страшно, и рабочим порядком. Расскажите, пожалуйста, Светлана Владиславовна, что за история? Расскажите об этом, но я сама основной, наверное, это вчерашний проезд, приезжал с сенаторов, да. Значит, ну, Александр Геннадьевич не первый раз приезжает в город Киров. Настроения у него бывали разные, от отчаяния до уверенности в том, что все удастся реализовать. Вот вчера был как раз такой день, когда он был уверен в том, что все получится. Почему так ведет себя город, честно говоря, для меня тоже большая загадка. А с кем вчера была встреча, Светлана, простите? Значит, ну, у него было несколько встреч и с Владимиром Васильевичем Быковым. Он встречался и встречался с застройщиками, и встречался с губернатором Никитой Юрьевичем Белых. А с господином Драном, который, собственно, и сказал, что там, ой, прям не проект, а такое, фу, что ничего там не светит. С господином Драном сам Александр Геннадьевич не встретился, но с ним встретились представители Кировской области, которые привезли ему письмо от заместителя, председателя правительства Алексея Борисовича Кузнецова с просьбой все-таки урегулировать непонимание и дать разрешение на стройку. И вдруг поэтому ли стало, вот в следствии, или не в следствии, а после этого, не после этого, вот та позиция, когда вдруг выяснилось, что нарушения, обнаруженные в проекте, они настолько как бы незначительные, что устраняются рабочим порядком. Потому что вот лично я, когда вот я читала вот это вот, ой, там канализация, и там все вот в проектном состоянии, она так плохо все, я вспомнила дом, который построили напротив моего дома. Девятиэтажка, люди с чемоданами, с машинами заезжают, и вдруг к нам приходят представители этого дома и говорят, ребят, а можно мы к вашему дому свою канализацию подключим? Я говорю, ребята, а она у вас в проекте-то что, не предусмотрена? И они на меня, значит, глазами хлопают, хлоп-хлоп, бараны, значит. Вот, так дом-то построенный, и люди заезжают. Светлана Вариславовна, да, хотел, чтобы поподробнее... На самом деле, ваш случай не единичный, и также точно там строился дом около спортивного комплекса, факел и так далее, что вот по логике вообще гаражам вообще неправильно. Но на сегодняшний день по терраспорту, я надеюсь, что урегулированы все недопонимания, и город наконец-то начал понимать, что это строится в первую очередь для жителей этого нашего любимого города. Светлана Вариславовна, а на вчерашних встречах какие слова вообще звучали, какие позиции были озвучены, что явилось итогом? Итогом явилась твердая решимость в том, что спорткомплекс терраспорт будет строиться. У всех сторон есть и желание, и возможности это сделать. Ну и в дальнейшем уже несколько в ином формате будет рассматриваться и уже рассматривается строительство Ледового дворца, но уже в рамках областного объекта. Подождите, мы говорим о том Ледовом дворце, который существовал, родился совсем недавно, его проект родился недавно, он будет рядом с этим бассейном, тоже в парке рядом с Дворцом Пионеров, правильно? Это уже второй, о втором дворце спорта мы говорим по соседству, замечательно. Сроки когда ориентированы? Сроки наговорят, этот проект королевский подарок терраспорта, потому что очень творческий и очень дорогостоящий проект, он будет подарен Кировской области. А сроки обозначены бы уже были? Когда строительство начнется? Сроки пока условно, поэтому говорить об этом преждевременно, но это должно случиться в этом году. Ну, во-первых, смотрите, там же модульное строение, это собирается достаточно, то есть это быстрее, и потом, насколько я понимаю, чем дольше стройка, тем больше траты. И поэтому вот эта вот вся задержка, я так понимаю, что сенатора выводили, собственно говоря, в разор дополнительный. Чем активнее и быстрее ты строишься, тем меньше тратишься на стройку. Естественно, да. Стоимость стройки дешевле, чем быстрее стройка идет. Светлана Александровна, а вот договоренности, которые вчера были достигнуты, они как-то оформлены на бумаге, ну, чтобы потом было в случае чего указать? На бумаге они оформлены еще в прошлом году в виде соглашения группы Коперник с Кировской областью. Результатом вчерашних встреч будет документ непосредственно разрешения о начале строительства. Ну что ж, Светлана Владиславовна, я думаю, вы нам дали совершенно подробную, хорошую вот оценку, информацию того, что происходило вчера, от того, что начнется в самые ближайшие дни. Ну, я искренне, опять же, считаю, что здесь очень много вашей заслуги и правительства области в целом. Не преувеличивайте, Лена, но спасибо. Хорошо, не буду. Пожалуйста, спасибо большое. Вы бы могли сказать, хвалите меня, хвалите. Да, спасибо большое. Светлана Владиславовна, спасибо большое. До свидания. На связи ведущий эксперт секретариата губернатора Кировской области. Ну что, нам пора завершать программу «Дневной разворот». Спасибо нашему звукорежиссеру Денису Пнязьеву. Да, спасибо. С вас, во-первых, с наступающими выходными, с наступающими потрясающими праздниками в купель, в воду. Смывайте грехи, смывайте усталость, смывайте болезни. До свидания. До свидания. Всего доброго. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Кулакова